Детский сад Ласточка в полете 30 лет Еженедельное совещание в администрации Международный турнир по боксу в Росховле Специалисты Росатома разработали программу «Полигон 3D» По сравнительным меркам Десногорск – молодой город. Ему исполнилось чуть больше 40 лет. Наши детские садики один за другим отмечают дни рождения. В этом году детский сад Ласточка отмечает 30-летие. Наша съемочная группа побывала на этом торжестве. 27 октября детский сад Ласточка отмечал свой юбилей. Поздравить коллектив пришли депутат Смоленской областной думы Михаил Осенко, представители администрации города и руководство Смоленской атомной станции. Здесь воспитатели, специалисты классные и нянечки заботливые и ласковые. Уютно здесь, красиво и светло. Нам с садом Элим Депко повезло. За особенные заслуги и долголетний труд в детском саду педагогов и сотрудников вспомогательных подразделений администрация города наградила благодарственными письмами. Много теплых слов звучало в адрес юбиляров. От комитета по образованию коллег и ветеранов педагогического труда поздравила председатель Татьяна Токарева. Она также вручила им подарки, грамоты и благодарственные письма. С подарками в гости к юбилярам пришли их постоянные шефы. Они уже много лет помогают детскому саду финансами и рабочими руками. Родительский комитет не только вручил своим педагогам подарки, но и устроил для них небольшой концерт. Особенно трогательно звучали слова поздравлений от воспитанников детского сада. Они умиляли собравшись искренне поддельным обаянием. Своими номерами они срывали бурные аплодисменты у гостей праздника. Робототехника набирает все большую популярность. Для многих детей сейчас это хобби, которое в дальнейшем может перерасти в профессию. В Смоленске впервые прошел чемпионат рободрайв. В нем приняли участие школьники с 4 по 8 классы. Они потратили не один месяц, чтобы представить публике своих роботов. Соревнования, чей робот лучше, проходили в нескольких номинациях. Перетягивания каната, масс-старт, лабиринт и робофутбол. Участники турнира получили заслуженные награды. В планах у организаторов провести масштабный чемпионат с участием ребят из других регионов страны. Во вторник в администрации Десногорска состоялось еженедельное плановое совещание представителей комитетов и служб города. Вел его глава муниципалитета Андрей Шубин. Какие вопросы обсудили, вы узнаете далее. Проект по благоустройству Десногорска «Любимый город» продолжает работу. После подъезда жилых домов 1, 2, 3, 12 установлены лавочки. После ремонта дворового проезда за первым и вторым домом силами Смоленская сервиса был восстановлен газон, это между дорогой и пешеходной дорожкой. То есть убран дёрг, засыпан землей. По отоплению системы теплоснабжения, теплопотребления работают устойчиво. Жалоб населения. О мероприятиях, которые пройдут в ближайшие дни, рассказала председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева. 2 ноября в городском центре «Досуга» в 18.30 состоится юбилейный концерт Галины Ренёвой. Музыка друзьям приглашается все желающие, вход свободный. 4 ноября в 16.00 в городском центре «Досуга» состоится концерт, посвященный групп народного единства. Мы вместе, мы едины, вход свободный. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева призвала родителей учеников 9-х классов обратить внимание на изменения в итоговой государственной аттестации. Хотелось бы обратить внимание родителей и выпускников, что на сайте комитета по образованию и на сайтах образовательных организаций размещены ответы руководителя Рособронадзора Сергея Сергеевича Кравцова на вопросы по проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. Глава города Андрей Шубин отметил, что участились случаи несанкционированных свалок внутри городской черты и предложил решить эту проблему как можно быстрее до наступления зимы. Кто куда нас вывезет? Те, у кого нет договоров на вывоз, футилизацию. Я понятно, что не собираюсь ходить с бредними по подвалам, по магазинам, вылавливать. Но хочу сказать сразу, в любом случае, если мы выявим этих граждан, то они понесут самое суровое наказание в плане административного. Шрафы там будут максимальные. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрировались в обычном режиме. Следующее совещание состоится 8 ноября. Большой этнографический диктант пройдет накануне Дня народного единства 3 ноября. Участие в нем может принять любой желающий старше 15 лет. Всем, кто хочет повысить свои знания и узнать больше о традициях и культуре предков, предоставляется отличная возможность пройти тестирование в онлайн-режиме на официальном сайте диктанта мирэтно.ру. Участников ждут 30 тестовых вопросов, которые нужно выполнить за 45 минут. В историко-краеведческом музее Десногорска открылась выставка антикварных кукол. Коллекция привезена искусствоведом и преподавателем МГУ имени Ломоносова Мариной Политовой. На выставке представлены куклы и их игрушки, кукольная детская одежда, посуда и кукольная мебель. Кукла загадочный и малоизученный феномен в истории декоративно-прикладного искусства. Кто она, игрушка или украшение? Найти ответы на подобные вопросы можно на выставке «Путешествие в мир кукол». Выставка продлится до 15 декабря. В Рославле прошел первый отборочный этап Смоленской областной игры команд КВН на противопожарную тематику. Сразиться в специфическом пожарном юморе предстояло восьми командам образовательных учреждений Десногорска, Рославля и поселка Якимовичи. В состав жюри вошли организаторы мероприятия – пожарные Всероссийского добровольного пожарного отделения Смоленской области. Ребятам предстояло обыграть различные происшествия на пожарную тематику. По общему мнению зрителей и жюри, праздник юмора удался. Победителем в первом этапе стала команда средней школы номер один города Рославль. Ноябрь на пороге. Смоленская область находится в центре активного циклона. Низкоатмосферное давление, порывистый ветер, мокрый снег, гололедица и плохая видимость – вот список метеорологических неприятностей, о которых МЧС заблаговременно предупреждает смолян. Особо спасатели призывают быть внимательными и осторожными на дорогах. Тем не менее, погода для нашей местности в начале ноября вполне характерная. Детский спорт в последние годы все больше находит поддержку у предпринимателей. Они все чаще спонсируют проведение соревнований. Сегодня мы расскажем вам о международном турнире по боксу в Рославле. С 26 по 28 октября в Рославле в городском Доме культуры прошел международный турнир по боксу. Это традиционное спортивное мероприятие проходит в Рославле уже 17 раз. Боксеры встречаются на ринге два раза в год. Вот и в этот раз приняли участие 223 боксера. На соревнования приехали 24 команды из всех областей Центрального федерального округа, пяти городов Республики Беларусь и команда из Литвы. В бюджете Рославского района нет средств для финансирования мероприятия такого масштаба. Уже не первый раз на помощь организаторам боксерского турнира приходит генеральный спонсор компания «Доктор мебель» – одна из ведущих российских производителей специализированной медицинской и лабораторной мебели. Они не просто профинансировали мероприятие, но и приобрели все награды, медали, кубки и сувениры. Все они отмечены ее фирменным логотипом и поэтому являются эксклюзивными призами. Кроме того, компания «Доктор мебель» учредила специальные призы по трем дополнительным номинациям во всех трех возрастных группах. К этому мероприятию дополнительные призы для участников соревнования. Там будет три категории – это лучший боксер, лучшая техника и воля к победе. За лучшего боксера вы получите профессиональные боксерские перчатки. За лучшую технику будет подарок приз – перчатки снарядные тренировочные. За волю к победе, скакалки и бинты. Я надеюсь, этому человеку они пригодятся. Подарки будут в трех возрастных категориях, поэтому лучшие. Надеюсь, это как-то вас дополнительно замотивирует для достижения лучших показателей. Организаторы соревнований благодарят всех, кто принимал участие в проведении турнира. Особенные слова благодарности они адресуют генеральному спонсору компании «Доктор мебель». Надеюсь, в дальнейшем сотрудничество молю, только не убегайте, только отменяли. Что хотят делать, только не забудьте про меня, это прошу. Вот апрель, октябрь – это наши турниры. Я буду счастлив, если будет продолжение такое, потому что для меня это очень важно. И только для меня. Вы же видели, как детки радостные были. Вы же понимаете, да, для чего это. Следующий турнир будет проходить в апреле 2018 года. Специалисты «Росатома» разработали программу, с помощью которой можно оценить, насколько хорошо защищен любой охраняемый объект. Новый программный продукт может в автоматическом режиме вычислить вероятность проникновения нарушителя на закрытую территорию или предоставить возможность в ручном режиме проиграть варианты нападения и защиты. Это не новый компьютерный шутер. Это программный комплекс «Полигон 3D», разработанный специалистами научно-производственного объединения «Элерон», входящего в госкорпорацию «Росатом». Он позволяет с максимальной точностью оценить эффективность систем физической защиты объекта и отработать действия охраны при внештатных ситуациях. Ведь здесь созданная программистами компьютерная реальность действительно реальна. У нас этот акцент именно на реальность. У нас закладываются реальные динамические и кинематические характеристики транспортных средств. Были работы по сбору исходных данных, по характеристикам рассеивания стрелков вооружения. В игрушках никаких таких реальных характеристик не наложено. Такая реалистичность сводит играбельность к нулю. Но «Полигон 3D» не рассчитывался на игроманов-тинейджеров. В большей степени он пригодится специалистам по безопасности, так как дает возможность проверить системы защиты не только в ручном, то есть в игровом режиме, но и в автоматическом. Программа рассматривает все возможные варианты и показывает нам наихудшее с точки зрения сил охраны. Это случай, когда нам сложнее всего прекратить действие нарушителя, нейтрализовать его. То есть то, что нам нужно в первую очередь устранить. При помощи программного продукта, разработанного специалистами «Элерона», можно создавать цифровые паспорта антитеррористической защищенности объекта. И это на сегодняшний день самая востребованная функция, экономящая не только время, но и деньги заказчиков. Были прецеденты, когда мы в особо интересных случаях моделировали объект и располагали на нем элементы системы физической защиты, чтобы показать заказчику, как это будет выглядеть. И хотя это процесс трудоемкий, это существенно менее трудоемко, чем все это поставить на местность. Именно комплексность применения выделяет полигон 3D среди аналогичных продуктов, присутствующих на рынке. Он может использоваться и как тренажер для охраны, и как программный продукт для создания технической документации. Эта особенность привлекла потребителей даже за пределами атомной отрасли. Первые поставки уже осуществлены, но детали по условиям контрактов держатся в секрете. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok